А сейчас я расскажу вам рецепт приготовления бутерброда студенческого. Нам потребуется один нож, один кусочек хлеба и немного фарша известного происхождения. Итак, берем хлеб, берем нож, кладем фарш на хлеб. Так, Пень, ну что, я вроде в магазин сходил, все закупил. Ты как, готов, Костян? Да, слушай, ну мы же сегодня снимаем топ злодеев из сериалов, исключая мультсериалы. И я поэтому решил немного проникнуться, там помнишь, есть парень Ганнибал, такой харизматичный, я решил немного в образ войти. Но как ты понимаешь, и как вы понимаете, этого фарша нам не хватит. Ну, 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 ну. Будет много спойлеров, но за 5 секунд до каждого спойлера будет появляться вот такая табличка и будет характерный звук. Володька Смирнов мне нравился больше. На 10 месте Сайлор из хорошего, но подзабытого сериала Герои. В этом сериале, как вы понимаете, по названию у всех персонажей были какие-то способности. И вот Сайлор мог перенимать способности других героев, вскрывая им голову и заглядывая в череп. Таким макаром он прикончил не один десяток героев, а за несколько сезонов, обретя в том числе регенерацию, стал, ну, практически непобедим. И Сайлор, пожалуй, один из самых сильных злодеев в этом топе. Но у него есть небольшие минусы. За 5 сезонов его история совершила множество кульбитов, и далеко не все из них были удачными, иногда все вообще скатывалось в какое-то мыло. В конце он вообще решил стать героем, что как-то неправильно. То есть можно просто завалить пару десятков человек, родную мать, а потом такой, я хочу быть героем, и тебе все прощается. Но вообще на протяжении всего сериала Сайлор вызывал у некоторых зрителей противоречивые эмоции. Ведь с одной стороны, он творит жуткие вещи, но с другой, это же Закари Квинто. И популярность злодея в сочетании с тем, что он красавчик, видимо, и привела к тем самым мыльным кульбитам. Но тем не менее, он был очень силен и жуток. На 9 месте Люцифер из Сверхъестественного. Вообще Люциферов в кино и сериалах просто как грязи, ну а уж в проекте про нечисть он точно должен был засветиться. Один из четырех Архангелов, рассорившийся с богом, он был заточен и стал самим Сотоной, так что он в прямом смысле исчадие ада. И именно он создал демонов, с которыми герои борются на протяжении всех сезонов. И был, наверное, самым жестоким и подлым злодеем сверхъестественным. Тот же Кроули выигрывает у него в харизме, но при этом он не был таким бескомпромиссным антагонистом, как Люцифер. Последний очень хорош, и исполнение Марка Пеллегрино зрителям полюбилось, а когда в 12-12 сезоне его сыграл другой актер, это было уже явно не то. Восьмое место Красный Джон из Менталиста. Вообще в жвачных процедуралах вроде Менталиста редко попадаются хорошие злодеи, обычно там все как-то попроще. Новая серия, новые злодея. Я слова на ходу выдумываю. Но именно в этом проекте создателям удалось нагнать жути вокруг злодея как следует. За пять лет до событий сериала маньяк Красный Джон убивает жену и дочь главного героя. И вся мотивация последнего как раз в том, чтобы найти убийцу. Ради этого он работает с ФБР и раскрывает всякие дела сто с лишним серий. То есть по большому счету один злодей является движущей силой всего сюжета на протяжении почти шести сезонов. Хотя мы и не знаем кто он. Периодически он напоминает о себе, но появляется только в середине шестого сезона, но об этом позже. Создатели не только дали нам основание ненавидеть Красного Джона, но еще и нагнали вокруг него достаточно хорошую интригу. Каждая серия пяти с половиной сезонов имела в названии слово кровавый или разные оттенки красного. Таким образом даже в тех сериях, где злодея не было, его присутствие все равно ощущалось. Сам злодей получился жутким и загадочным, да и мотивацию героя он сделал качественную, да и убийство периодически подкидывал неплохие. Ну и то, что ему удалось сколотить свою злодеянскую организацию тоже вполне весомо. Финал противостояния Джейна и Красного Джона случился в середине шестого сезона. И он получился действительно эпичным, с неплохими твистами, с традиционной схваткой в церкви, ну где же еще, достаточно жестокий, но продлился всего 10 минут. Слили злодея, конечно, не так эпично, как нагнетали, но тем не менее в этом был определенный катарсис. И после этого из названия серии сериала ушли слова кровавый и красный. Их заменили любые другие цвета. А после слива этого противостояния сериал продержался еще всего один сезон и был закрыт. Седьмой Теодор Бэгвелл из сериала Побег. Вообще он появляется во всех сезонах сериала, но мы сосредоточимся только на первом, потому что, во-первых, он там особо колоритен, а во-вторых, я не знаю, что происходит в других сезонах. Фу, не в материальных! Ну ладно, ладно, подожди, все! Я расскажу про пятый сезон! Да ну к черту, давай лучше про первый. Теодор Бэгвелл сидит в тюрьме, где разворачивается действие, будучи обвиненным примерно во всем. Похищение, убийство, изнасилование, педофилия. При этом его презирают все заключенные, но у него есть своя банда. И именно он тот волшебный мужик, который на зоне ждет уроненного мыла. В принципе, уже этого достаточно для хорошего злодея, но Теодор Бэг идет дальше, потому что он увязывается за героями в их побег против их воли. Угрозами и хитростью злодей выбивает себе побег вместе с героями, в ходе которого он лишается руки, но все-таки выживает. И на первый же день после побега убивает человека. Какой милый, замечательный, молодой человек. Нет. Все это сценарное великолепие дополняется до мерзости блестящей игрой Роберта Неппера, для которого эта роль стала звездным часом. Шестой. Рамси Болтон. Мы долго думали, кого взять из Игры Престолов. Джофри, Тайвина или Рамси. Но решили, что последний является, вероятно, самым отвратительным персонажем Игры Престолов. Вован вон в топе лучших серий Игры Престолов признался, что для него он точно хуже, чем Джофри. Так в чем причина? Рамси абсолютно безжалостен. Он убил бесчетное количество людей, как и многие в этом топе. Но порой делал это самыми изощренными способами, потому что он любит, ну, не просто убивать, это же скучно, а максимально помучить своих жертв. Стоит ли говорить, что его главное оружие это самые жестокие пытки? Те, кто смотрел Игру Престолов, не дадут соврать. В этом топе много ребят, внезапно обнаруживших в себе какие-то положительные качества. Но вот Рамси представляет собой стопроцентное зло, потому что за весь сериал нельзя вспомнить ни намека на что-то светлое в его душе. За отличное воплощение этого образа спасибо нужно сказать Ивану Риону, который в этом году попытается взять место в этом топе повыше. Он тут в сверхлюдях злодейчика играет. На пятом месте Артур Митчелл или Троица из Декстера. Декстер, как вы помните, сериал про маньяка, притворяющегося нормальным работящим парнем. И четвертый, возможно, лучший сезон проекта рассказывает о том, как протагонист встречает противника свою копию. Артур Митчелл прилежный семьянин, работящий человек, в свободное от работы время убивающий людей. Он убивает определенное количество жертв, за что его зовут Троицей, но, спойлер, неправильно он убивал по четыре. При этом играет Митчелла блестящий Джон Лидгоу, у которого уже был золотой глобус, а за роль маньяка он получил второй. Между Декстером и Троицей по ходу сезона вырисовываются довольно своеобразные отношения. По факту старший маньяк становится учителем Декстера. Поэтому в конце главный герой убивает своего учителя. А Митчелл, в свою очередь, убивает жену Декстера, чем действительно наносит тому значимую травму. Так что Троица был и жутким, и двуличным, и не ушел из сериала без последствий. Все, что нужно, чтобы быть хорошим злодеем. Четвертый, губернатор исходящих мертвецов. Все мы, даже те, кто не смотрел ни одной серии «Ходячих мертвецов», знаем, они безбожно затянуты. Тут уже скоро выходит восьмой сезон, а закончить его пора было гораздо раньше. Но! Третий и четвертый сезон были по-настоящему крутые, во многом за счет отличного злодея, губернатора. На первый взгляд он может показаться неплохим. Лидер группы выживающих, глава вроде бы крепко обороняемого городка, достаточно вежливый и приятный мужчина с полностью съехавшей крышей. Дома у него есть аквариум с головами зомби, маленькая девочка зомби, которая раньше была его дочкой, пыточная. А в городе есть арена, где люди дерутся насмерть. Ну нормально, веселый такой городишко. Его противостояние с главными героями – лучшее, что есть во всем сериале. Так, Петь, я не понял, а как же Ниган? Ньюфаги. Актерская игра Дэвида Морриси блестящая, ну и сценарно губернатор тоже вышел очень мощным, действительно крутым антагонистом. Третье место и единственный протагонист злодей в топе – Ганнибал. В нашем топе сериалов мы говорили, что, например, Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» не дотягивает до супер откровенного злодея, в отличие от этого парня. Утонченный и вежливый убийца-людоед, что может быть прекраснее? Эээ, да что угодно. Образ Ганнибала вообще пример редкого успеха и в кино, и на ТВ. Ганнибал Хопкинса был в нашей десятке злодеев из кино, ну а Ганнибал Миккельсона в топе сериальных злюк даже выше. При этом образы, конечно, схожи, но есть и немало различий. Например, возраст и стилистика подачи. Если у Хопкинса акцент делался на ужасе, то у Миккельсона акцент делается на эстетике. Классическая музыка, идеальные манеры, костюмчики по фасону, детальная кулинария. Все это только усугубляет жуткий образ Ганнибала. Ну и Мац Миккельсона казался просто идеальным попаданием в образ. В итоге, правда, сериал закрылся достаточно быстро, потому что даже для транслирующего канала все это было немножко перебором. На втором месте Густаво Фринг из «Во все тяжкие». «Во все тяжкие опять вторые?» «Опасно!» Нет, я не буду второй раз использовать ту же шутку. Не буду я. Я и есть опасность! Как и в случае с Декстером, у нас здесь злодей-двойник. Как и Уолтер Уайт, Фринг ведет двойную жизнь. В обычное время он вежливый владелец сети ресторанов, а во внерабочее он один из главных игроков рынка наркотиков. Сперва он вроде бы даже и не злодей, но постепенно отношения его с протагонистом накаляются, и все это выливается в очень мощное противостояние в четвертом сезоне. И смерть Фринга в конце сезона, наверное, одна из самых катарсисовых и жутких для злодеев в этом топе. Исполнял роль Фринга Джан Карло Эспозито, и чего стоит его актерская игра вот только в одном моменте смерти. Ну а и с остальными сценами он тоже справился на ура. Его злодейский образ один из лучших в истории сериалов. Но чтобы занять место повыше, даже ему пришлось бы у нашего сегодняшнего победителя проконсультироваться. Ну и первое место, и конечно же лучший злодей в истории сериалов, Джим Мориарти из британского Шерлока. Возбуждает, согласись. Вот уж кто точно злодей и точно злодей на годы. Мориарти как злодей был популярен еще из книг, и воплощали его неоднократно, но почти всегда это был уже стареющий, жутковатый профессор. На BBC же все немного переиграли, и вместо традиционного воплощения нам представили вполне себе современную и рок-н-ролльную обработку образа. Новый Мориарти молод, до ужаса харизматичен, блестяще переигрывает и точно знает толк в эффектных появлениях. По женскому вниманию он вполне может соперничать с самим Шерлоком, а когда антагонист не только страшный, но и... Это значит он удался. Но не мордашка Эндрю Скотта единой. По интеллекту он вполне себе может посоперничать с Холмсом, и его планы часто оказывались главному герою не по зубам. Но кроме всего прочего, у Мориарти есть еще одна очень важная вещь, которая, например, определила победителя топа злодеев из кино. Он оказывает непосредственное и очень заметное влияние на протагониста Шерлока. Тот на самом деле подсознательно его боится, и Мориарти явно заслуживает такого отношения. Не случайно, что без него сериал заметно терял в харизме, так что создателям приходилось искать любые возможности, как бы еще вписать его в сценарий после смерти. Которая, кстати говоря, случилась в лучшей серии Шерлока, и сюжет там двигал как раз Мориарти. В общем, пока что Джим смотрится в этом топе явным фаворитом, и не очень видно, кто может его в ближайшее время отсюда сдвинуть. Это был топ 10 злодеев из сериалов. Нам этот топ дался очень тяжело, нам буквально приходилось с каждого члена редакции по крупицам собирать знания про злодеев, и я надеюсь, что вы поощрите наше старание лайком. Ну и, само собой, пишите в комментариях вашего любимого злодея, и подписывайтесь, если не хотите когда-нибудь встретиться с этими ребятами. А пока, пока. Слушай, Петь, тут тебе что-то прислали? Подписчик какой-то, наверное. Ну че там? Ты знаешь, мне кажется, тут какое-то недвусмысленное послание. Я уезжаю из страны.